Несмотря на то, что было засушливое лето, и мы знаем, что недостаточно было осадков на территории Камчатского края, как на юге, так и на севере, количество сгораний было достаточно большое, а вот количество площади, которая была охвачена пожарами, стало меньше. За счет чего это удалось сделать? Удалось сделать за счет взаимодействия между различными структурами, потому что для того, чтобы принять решение о утушении лесного пожара, а это дорогостоящие мероприятия, как правило, это поднимается вертолет, это очень дорогое мероприятие, ранее нужно было собирать заседания КЧС, это могло происходить днем, а пожар мог начаться вечером. Мы сегодня ушли от этих всех формальностей, сегодня эти заседания проходят в режиме онлайн, то есть мы можем в любое время суток поднять определенную группу людей для того, чтобы принять определенное решение. Это очень важно, потому что эти все вещи фиксируются, и они потом являются отчетной документацией для того, чтобы расходовать деньги на те или иные мероприятия. Нам удалось сегодня скоординировать между собой различные группы, потому что не всегда пожары могут потушить те самые лесные пожарные, штат, которых мы содержим на территории края, которые сегодня выполняют эту функцию достаточно хорошо, потому что иногда нам нужно добираться до дальних точек, не всегда это удается сделать из-за погоды, из-за других каких-то условий. Поэтому нам помогает муниципальное образование, есть добровольные пожарные дружины. Сегодня хочу отметить, что добровольные пожарные дружины обеспечены сегодня средствами пожаротушения. И это, наверное, такой большой успех, на что мы этого добились, потому что в этом поучаствовали финансово и муниципальное образование, и наши подведомственные учреждения, и агентства лесного хозяйства, и МЧС Камчатского края. Поэтому сегодня есть такие люди и обученные, и обеспеченные всем необходимым. Ну и появилось взаимодействие между службами. Ранее это нужно было в рамках КЧС договариваться, сегодня это оперативное взаимодействие, о нем договорено единожды в начале сезона, и дальше службы взаимодействуют между собой, и по первому зову друг другу помогают. Продолжение следует...